Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил предприятие резиденты ТАССР Новотроицк. Первый пункт – Новотроицкий соновый завод. Здесь запущена вторая печь по производству негашеной извести. После основного производства остается сырье, которое мы не можем использовать на данном оборудовании. Нами было принято решение поставить вращающую печку и перерабатывать его, так как спрос на извести. После чего? После известиковой печки. После шахтной печки, которой нельзя использовать, так как печку можно заказлить. Мы решили, приняли решение, так как оно копится, его выкидывают, что делать. Мы решили его перерабатывать, тем более спрос пошел очень сильно. Известь мелкой фракции востребована в металлургии и строительстве. Инвестиции в проект превысили 120 миллионов рублей. Окупить затраты планируют за 8 месяцев. На предприятии открыли 20 новых рабочих мест со средней зарплатой 45 тысяч рублей. Объемы производства извести вырастут до 400 тонн в сутки. Также Новотроицкий сондовый завод выпускает гипс, мел и штукатурку под маркой «Мастерок». Следующая остановка – Новотроицкий завод цветных металлов. Запустить его готовится уже в третьем квартале 2022 года. Сейчас в цехах завершается монтаж оборудования. Идут пробные, опытно-промышленные испытания. Предприятие будет выпускать металлические кальции в форме кусков, гранул и проволоки по новой для России алюмотермической технологии. Мощность производства составит 4 тысячи тонны в год. То есть с запуском этого цеха мы закрываем сегодняшний рынок. В общем-то есть возможность, как мы говорили, дальше продлевать и увеличивать настолько, сколько надо. Продукция востребована черной и цветной металлургией при изготовлении аккумуляторов и компонентов радиоэлектроники. Новое производство является безотходным. Попутно начнут выпускать известь и алюминат кальция. В результате на Новотройском заводе цветных металлов откроется порядка 200 рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проект составила полтора миллиарда рублей. Это производство, которое соответствует новым современным требованиям вызова и задачи. Да, 200 человек, но зато с зарплатой выше среднего. Да и самое главное, с перспективой, хорошей перспективой развития следующих этапов данного проекта. Мы говорили, что у нас есть пять цехов, и в ближайшее время нам за год надо еще порядка четырех новых производств, которые будут дополнять и расширять данное производство. Идея строительства обоих предприятий принадлежит Василию Измалкину. Новотройский завод хромовых соединений, который он возглавляет более 30 лет, также нарастил мощности. На новом участке азотирования в цехе феррасплавов приступили к работе 11 металлургов. Затраты на строительство, закупку и монтаж оборудования составили более 81 миллиона рублей. Тут можно и хром, и феррохром, и феррасилицией, все азотировать. Титан, и оборудование? Почему цеха? Гирлянда будет стоять здесь, и разлить продукт азотированный. Титан нужен, взял титан, азотированный подарок. То есть добавочная стоимость в два раза. То есть если феррохром сейчас стоит, допустим, 7 тысяч, азотированный. А где такой продукцию? В стране же не делают такую продукцию? Нет. Мы взяли профессора, доктора науки, год на месяц с ним. Азотированный феррохром получают путем горения в среде азота. Для этого новотроицкие специалисты построили специальные реакторы. Это единственное подобное производство в России. Содержание азотов в готовой продукции выше, чем при печном способе. Ежегодно собираются выпускать до 2000 тонн азотированного феррохрома, не более 800 тонн азотированного ферросилиция. Отметим, что у новотроичан еще много планов по расширению инновационных производств. Это позволит создать больше рабочих мест и улучшить экономику Оренбургской области.